Доброе утро, дорогие друзья! Все указания, которые содержатся в ней, они вечны и носят неприходящий характер. Поэтому выбор между благословением и проклятием продолжает стоять перед каждым человеком на земле по сегодняшний день. И хотя, казалось бы, выбор очевидный, конечно, каждый изберет жизнь, но тут не все так просто. Ну, во-первых, начинается с «я». «Я даю тебе благословение». Очевидно, в этом мире только Творец имеет право представляться «я». В языке описания есть два слова по значению местоимения «я». И вот в нашей главе использована анахия. Это самое великое, самое большое, которое употребляется в исключительных случаях. Например, в десяти заповедях «Я Господь Бог твой». И вот есть короткая история, которая говорит о том, что для чего и что и как. Один хасид возвращался домой из Межирича, где учился у Рэбе. И у него возникло желание проведать своего наставника, который жил по соседству. Постучал, говорит, кто там? Он говорит, это я отозвался хасид, значит, полагая, что его узнают по голосу. Но услышал, что разве там, откуда ты пришел, тебя не научили, что «я» относится только к Творцу? Иди дальше. И вот этих слов было достаточно человеку, чтобы не зайдя в дом отправиться назад в Межирич, доучиваться. Поэтому, если мы хотим постигнуть внутрь своего, внутренность свою, понимание свое, нам прежде всего написано, научиться надо отказываться от «я». Если вдуматься, проблема еще более серьезная. Коль скоро благословение и проклятие исходят от Творца, значит, он является их общим источником. Так получается. А зачем Всевышнему, который, он одно добро, зачем ему зло? Зачем? Почему постоянное состязание, выбор вот этот? Почему Творец создал мир таким неоднозначным образом? Ведь Творец не ограничен ничем, он бы создать иначе. Короткий ответ, который дает традиция и мудрецы, таков. Зло как категория, как реальность нашего мира, существует только для того, чтобы у человека была свобода выбора. Если у нас нет выбора, принципиального момента творения, то не будет основы никакой реальной морали. То, что человек единственный из всех творений, наделенная свободой выбора, включая как земных обитателей, так, кстати, и небесных ангелов, тоже нет свободы выбора, делает его в известной мере равной Творцу. Нет зла, нет добра, нет никакого выбора. В этом случае человек обречен вести себя правильно, в соответствии с установленными нормами, и становится роботом. Для таком поведении нет заслуги. А если нет свободы выбора, все в мире по законам, все, все, и в таком случае нет места воздаянию или наказания, ничего нету. Все, мир другой. Итак, глава начинается как? Называется релье, смотри. До сих пор обращался Маша к народу как? Шма, слушай, да? Наша же глава начинается со слова смотри. Я предлагаю вам сегодня благословение или проклятие. Надо отметить, что это огромная разница. Разница между слухом и зрением огромная. Человек, услышав шум там самолета, думает, что самолет пролетел над его головой. Но можно убедить, что это был другой источник, другое. Но если человек сам видел еще самолет, его уже никто не убедит, что это было другое. Он видел собственными глазами. У веры в Бога есть такие же две ступени. Один человек слышал о Создателе мира. Кто-то и рассказывал ему, или родители, или какие-то наставники. Учил в школе, я не знаю, что. Но если кто-то предоставит ему доказательства против этого, он может колебаться. Для человека, который пережил сам личное чудо, который видел, если ты в своей жизни видел руку Всевышнего, это не просто история, которую он услышал от кого-то. У него нет сомнений уже. Когда человек видит чудо в своей жизни, его вера поднимается на совершенно другой уровень. Он внезапно, когда происходит чудо, внезапно видит Бога. Видит, что Бог стоит рядом с ним, и каждый, вообще, каждое утро начинается со шва Израиля, слушая Израиля. Однако цель нашей жизни, говорили мудрецы, открыть глаза и увидеть. Увидеть, какими путями ведет тебя божественное проведение. И тогда оказывается, что все в жизни иначе, что все намного лучше, чем мы думали. Потому что это мир испытаний, в этом мире испытаний Бог нам помогает. Смотри, это самое главное. Увидь, увидь Бога в своей жизни. Увидь Бога, вдумайся, поразмышляй. И ты увидишь, что Он идет рядом с тобой. Брахавы от слаха.